Сегодня отмечается международный день семьи. Цель этого праздника обратить внимание общественности на проблемы, которые возникают в семьях, а помогают родителям справиться с трудностями инспекторы по делам несовершеннолетних. В доме есть окна, поэтому ни в коем случае вы не встаете на подоконники, когда находитесь дома. Инспектор по делам несовершеннолетних Надежда Дворянинова перед летними каникулами проводит с учениками третьего класса воспитательную беседу и напоминает ребятам об элементарных мерах безопасности. Вопросов у школьников всегда много, каждый хочет рассказать о своей проблеме. Главное в этой работе, по словам Надежды, найти с детьми контакт, а для этого самой нужно постоянно учиться. Перед тем, как начать разговаривать с ребенком и работать с его проблемой, с которой он столкнулся, важно установить контакт. А как установить контакт? А что тебе нравится? А чем увлекаешься? А какие мультики смотришь? С ребятами постарше с ними такой же разговор. С ними тоже нужно быть, чем они увлекаются, какую музыку они слушают, какие группы сейчас модные, какие они фильмы смотрят, какие сериалы смотрят, чем увлекаются. Какие виды спорта сейчас находятся в более приоритете у них. Поэтому, конечно, и разговаривать с ними, и у них учиться, конечно, это интересно. Инспектору также, как родителям, постоянно приходится объяснять детям, что хорошо, а что плохо. Бывают ситуации, что Надежде самой требуется помощь. И тогда она обращается к маме, благодаря которой и пришла в эту профессию. Очень многие случаи, где я, может быть, не знаю, как поступить, я звоню ей, я советую с ней, приезжаю к ней, интересуюсь. А как бы ты поступила в эту ситуацию, а что бы ты сделала, а как ты мне посоветуешь делать в этой ситуации. И она никогда не отказывает, она всегда помогает, всегда поддерживает, всегда говорит какой-то совет. Галина Афанасьевна в органах проработала 27 лет. Большую часть этого времени она была инспектором по работе с несовершеннолетними. И совсем не удивилась, что дочь пошла по ее стопам. Она как только научилась говорить, она научилась рано говорить, вот сидит с куколами, играет, она их воспитывает. Ты неправильно поступила, надо вот так поступить, вот так. То есть с самого детства она по характеру у нас воспитатель. Ну и видела, вот со школы бежит, сбегает к маме в кабинет. Ну, мама там общается с кем-то, либо с родителями, либо с детьми. Она это все не видела. Работа инспектора тогда и сейчас отличается немногим. Хоть время идет, проблемы в семьях остаются те же. Мне в свое время приходилось сталкиваться, да и сейчас в современной жизни, видишь, подростки стали очень жестокими. Их порой действия, правонарушения, в общем, граничит жестокостью. Поэтому родители должны все-таки воспитывать в детях доброту. Доброту к родителям, к старшим, к младшим, к окружающим. То есть должна быть доброта прежде всего и сострадание. Наверное, нужно в каждой семье воспитывать ответственных ребят, чтобы они были ответственны и понимали, что может быть за те поступки, за другие поступки. В принципе, не обязательно в правовом плане, вообще в принципе, в целом по жизни. Конечно, инспекторы по делам несовершеннолетних помогут в тяжелой ситуации. Но если ребенку привиты семейные ценности, сделать это им будет намного проще.